Пока мы были в отъезде в Римдельгарду, у нас прошел ураган настоящий. На всех улицах повалены деревья, ветки. Свалила куча фонарных столбов. Вот здесь у нас дерево стояло. Теперь оно лежит. Там почему-то вообще улицу перекрыли. Здесь ветки попадали, здесь ветки попадали. Здесь прям с корнем выкорчевало дерево. Упало на забор одно и сразу второе, а здесь третье просто сломало. И так просто по всему городу. В парке, в скейт-парке вот огромное дерево лежит. Вот здесь вот снесло прям кусок бетонного забора перед теннисным кортом. Забор шел-шел-шел-шел, а потом здесь вот, пожалуйста, дырочка образовалась в стене. Необычно. Вот кусочек дерева. Вот этот кусок дерева как будто вообще откуда-то прилетел огромный. Вот здесь вот лежит рекламный щит, билборд. Он тоже откуда-то улетел. Вот деревья лежат. Вот кусочек лежит. Вот здесь вот прям с корнем, вон с корнем еще. Вот эта школа, на нее прям куча деревьев упала через забор. Вот упало дерево на нее. Вот здесь упавшее дерево. Тут сломанное дерево. И так по всему городу. Вон там вот огромное дерево. Здесь здание школы. И прямо на школе лежит дерево. Вот так вот бушуйствовала стихия. Говорят, у природы нет плохой погоды, но по ходу бывает веселое настроение. Прям реально апокалипсец. Так, вот здесь вот небольшой парк. Небольшой парк, в котором тоже огромное количество спавших деревьев с корнями. Вот. Лежит прям с корнем. Вау! Вот, фурав, невероятно. Невероятно. Вау! 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 И какие-то еще, по-моему, места. Не помню точно какие, потому что в целях безопасности... А, и центральные площади тоже закрыты, чтобы все проверить, где-то локализировать последствия. Вот, вред кладбища, вход в него закрыт. Мало ли что. Почему ураган произошел примерно... Ну, вообще не примерно, а в субботу произошел примерно в 2 часа дня. Вот, накрыла Милан и западную часть от него. Какие-то вот здесь конструкции лежат рядом с больницей, что-то как будто оторвало, может, крыши. Не знаю. Тут почему-то перекрыли целый участок улицы. С этой стороны и с той стороны тоже натянут заборчик такой. Ну, есть какие-то куски, крыши валяются. Так, вроде ужинно. Может быть, что-то уже убрали, успели. Может быть, есть какая-то другая опасность. Здесь заборчик сложило. Вот здесь территория еще одной школы, детского сада. Вот здесь тоже куча деревьев повалило. Конечно, хорошо, что это случилось, во-первых, в выходные, а во-вторых, летом, когда ничего не работает. Опасно. Вот это просто улица, на которой мы живем. Ее просто перегородили въезд, потому что въезд на дороге тут и так перегородан. Тут сплошные деревья лежат. Ехать-то некуда. Вот этот же кусочек улицы, но с другой стороны. Как такое возможно? Почему-то все время, куда мы приезжаем, оказываемся в центре событий стихийных бедствий. То землетрясения в Турции, то еще что-то такое. То какие-то ливни, безумные угрозы, ураганы. Не-не-не-не-не-не-не. Хорошо. К счастью, вроде по существующей информации на данный момент Обошлось без жертв, никто особо не пострадал, кроме деревьев, частного и городского имущества Потому что и дома немножко пострадали, и машина некоторая завалила Такая ситуация опасная, хотя бы без жертв человеческих, это уже хорошо Ну, конечно, такой момент, что очень многие были в отпусках, в разъездах сейчас Время отпусков, и поэтому все многие уехали из своих домов в другие регионы Так, вот здесь у нас стройка, по которой тоже... А, это туалет лежит У нас по соседству стройка, и вот там вот лежит туалет упавший, красненький, синяя кабинка Да, кстати, у нас тоже есть некоторые разрушения Помимо того, что у нас всю квартиру затопило водой У нас была подсюда вода стояла Потому что дождь был такой, походу, что он же прямо через окна проникал в дом Вот, отключилось электричество И еще у нас на балконе вот такое Это шкаф, который упал Как его вообще могу уронить, я не понимаю Надо бы сейчас попробовать его поднять как-то куда-то Что-то с этим сделать, да? Давай, поднимайся, что я должна подвести Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!